И от гнева его Они придут к нему И от дыхания его Они погибнут Камылот Здравствуйте дорогие друзья С вами снова я Камелот В этом обзоре мы поговорим о том Как получить 3 отметки на танк Я беру на себя смелость Делать на эту тему обзор Поскольку на всех танках Включая по 7 уровень Если я довольно долго и продолжительно играю То я так или иначе получаю 3 отметки За 8-9 лвла не могу сказать достоверно Поскольку я играю на них немного Время от времени Может возьму когда нибудь Борщак Объект 704 Не сажусь Не играю на них Может быть моя методика работает И на более высоких лвлах Трудно об этом судить Поскольку не играл достаточно много На этих лвлах Смотрите в этом обзоре мы попытаемся Поговорить о тактике Которой нужно придерживаться Чтобы как можно быстрее получить 3 отметки Ну и даже на все танки До 7 уровня включительно О том каким дополнительным оборудованием Нужно комплектовать танк И как качать экипаж Значит тактика Которая обеспечит вам Получение 3 отметок Будет засадная тактика То есть при которой Вы должны стараться Расположиться от танков противника На дистанции 400 метров И больше Ну естественно До 430 Наверное там вы уже не увидите Большинство танков На которые вы за счет Средств наблюдения Таких как стереотруба Или же просветленная оптика Увидите танки противника А они вас за счет Средств маскировки Применяемых вами Ну в данном случае Маскировочная сеть Камуфляж на танке Вас не смогут видеть Исходя из этой тактики Вытекает и то Как нужно качать экипаж И то Как Каким дополнительным оборудованием Нужно его комплектовать То есть Какие мероприятия Вам нужно сделать Чтобы обеспечить Наиболее успешную Реализацию этой тактики Вот смотрите Как работает эта тактика Вот у нас П-43БИС Вот он близко подъехал У нас два выбора Либо вываливаться на него Сближаться с ним И там пытаться Перестреливаться И при этом Вы попадете Под обстрел Неминуемо Диккер Макс Рискуете во всяком случае Попасть И Т-52 Пушечка у него Тоже сейчас не слабенькая Вот Либо же Вот как сейчас я делаю Я разрываю с ним Дистанцию И начинаю его обстреливать Причем за счет того Что между нами Крона дерева И вот елка Он даже нас не обнаруживает То есть мы так Так это свою В данном конкретном случае Так эту тактику Реализуем Смотрите Начнем с дополнительного Оборудования Коль скоро мы должны Видеть танки Противника На максимальном На максимальном Удалении Я рекомендую Ставить Первым слотом У нас всего Три слота К сожалению А может к счастью Кто знает Первым слотом Ставить Стереотрубу Этот слот Это оборудование Не обговаривается Я ставлю это На любой танк По моему мнению Это является Мощнейшим средством Который Мощнейшим средством Который Будет вам Помогать В бою Вообще Во всем Понимаете То есть Будет давать вам Больше Больше Результат Вот Остается у нас Два слота Для корпусного танка Будем рассматривать Большинство танков Корпусные Вот как Вот этот М10 Это не характерная ситуация Для корпусного танка Второй слот Тоже не обсуждаемый По моему мнению Это у нас Вентиляция Поскольку Вентиляция У нас не только Делает наш танк ДПМ То есть Уменьшает Время перезарядки То есть Точнее И быстрее Сводится То есть Улучшает его Огневые показатели Вот Но И что Очень важно Танк становится Немножко Незаметнее И танк Начинает Немножко Дальше Что в плане Реализации Вот этой Засадной тактики Очень 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 Важно Вот Остается Третий слот Он на самом деле Дискуссионный И настолько Дискуссионный Что на некоторых Танках Я сам Сколько лет Уже играю На некоторых Танках Я третий Слот Занимаю Маскировочной Сетью А на других На тех же Танках На других Аккаунтах Я Маскировочную Сеть Убираю И на их Место Ставлю Либо досылатель Либо усиленные Приводы Наводки Тоже Этот момент Дискуссионный Что ставить Либо досылатель Либо усиленные Приводы Наводки В иных Ситуациях Например Как в случае Среднего танка Советского Т-28 Где Время Сведения У него Гораздо Дольше Чем время Перезарядки То для него Конечно же Ставится Конечно же Ставится Усиленные Приводы Наводки Тут смотрите Осколочно-фугасный Предназначался Т-67 Вылетел Кромвель И в общем-то Дамаг Прошел Немножко Меньше Тут Мне немного Не везет И хочу Обратить Ваше внимание Смотрите Сейчас Давайте Остановим Я вам Покажу Т-67 Действует Очень Уверенно Вот видите Это Он Только Начал Играть Он Еще Меньше Недели Играет Вот эти То Что На нем Не отображается Статистика Говорит О том Что Он Начал Играть И Действует Очень Уверенно Понятно Этот Венкарь Поэтому Просто Попал Не в ту Команду И Коль Скоро Он Твинкарь Играет Меньше Недели И Экипаж У него Еще Не Качан Ну В общем То Действовал Очень Уверенно Мы Отвлеклись Вот То То В случае Т-28 Понятное Дело Это Ну То 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 Очевидно Нужно Ставить Усиленные Приводы Наводки Во всех Других Случаях Кому Как Больше Нравится Тоже Вопрос Дискуссионный Лично Я Например Если Время Сведения 2 2.1 И Меньше 2.1 Включительно Я Ставлю Досылатель Если Больше Чем 2.1 2.3 2.5 И так Далее То Я Ставлю Усиленные Приводы Наводки Либо Стабилизатор Если Уровень Танка Позволяет Там Возможность Установки Стабилизатора Начинается На разных Нациях С разного Уровня По-моему У американцев Немножко Раньше То ли Седьмого Уровня У советов С восьмого Можно посмотреть Точно Четвертый Пятый уровень Стабилизатора Стабилизатора Нет Так Ну давайте Чем тут У нас Все Заканчивается Нас Растрезали Но тем Не менее 1553 Мы Настреляли Вот И Времени У нас Уже Не остается Ну давайте Два слова Скажем Даже после Окончания Боя Смотрите И Прокачка Экипажа То же самое Прокачка Экипажа Должна Будет Подчинена Достижению Наибольшей Эффективности При игре На больших Дистанциях То есть Когда вы Стараетесь Увидеть Танк противника Как можно Дальше И Как можно Дольше Оставаться Для него Невидимым То есть Я рекомендую Первый перк Командиру Сразу же Ставите Лампочку Напрямую Но во всяком Случае Для тех Кто не Донатит Всем остальным Маскировку Для тех Кто Донатит И переучивает Экипаж За золото Всем ставите Маскировку Вкачивайте Маскировку При достижении 100% За голду Переучиваете Когда 100% Я напомню Шестое чувство Работает При достижении 100% Оно не работает Наполовину При достижении 100% За голду Без потери опыта Переучиваете Командира Маскировку На На Шестое чувство Второй перк Тоже Для меня Это аксиома То есть Кто-то может спорить Но для меня Это выглядит бесспорно Это боевое братство Поскольку Боевое братство Влияет не только На огневые показатели Вашего танка Повторюсь Так же само Как и вентиляция Это Точность стрельбы Время сведения Время перезарядки То есть Огневые возможности Танков Улучшаются И усиливаются Но опять же Это все действует На обзор И маскировку Третий перк Для командира Ставим маскировку Добираемся И до него Опять же Чтобы оставаться Как можно дольше Невидимым Для противника И получить За счет этого Преимущество Всем остальным Там уже Более или менее Смотрим Радисту я ставлю Конечно же Радиоперехват Чтобы увеличить обзор Там Наводчику Механику Водителю Плавный ход Плавный поворот Башни Там уже можно играться На самом деле Там Четвертый Пятый перк Там Я начинаю качать Пожаротушение Поскольку играю С доп. пайком Вот И Не вожу В таком случае Обнетушитель То есть Это Это важно В таком случае При игре с доп. пайком Это является Важным умением Пожаротушение Ну в общем Видите Бой у нас Закончился за 9 минут Очень быстро Так Мы прошлись По По всем этим Темам По всем аспектам Так Сжато По верхам Ну тем не менее Что-то Удалось передать Давайте теперь друзья Посмотрим Результаты боя Итак Что тут у нас Поддержка Основной калибр И вот Получаем Как вы можете видеть Третью отметку На стволе Вторая степень Ну в общем-то Дамаг 1553 Для получения Отметки Это больше чем Достаточно Поскольку Вот смотрите У нас 982 Средний дамаг И этого Оказалось достаточно То есть полторы тысячи Это в полтора раза больше Чем То значение Среднего дамага Которое нужно получить Для третьей отметки Ну не иметь В принципе нормально Что тут у нас Вен 8 У нас 4 тысячи Ну в общем-то Замечательно Смотрите Зачет по Отметкам Идет не только Дамаг на танке Но и дамаг Нанесенный С помощью Вашего засвета Давайте посмотрим Как у нас обстоит Дело с Дамагом По нашему засвету На этом самом Исследовании Достижения На аккаунте Так 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 Техника Уровень Пятый У нас Гент Этот РБФМ Наш Вот Дамаг Нанесенный Урон Нанесенный С нашей Помощью 199 А ну давайте Посмотрим Зал славы Достижения Зал славы Перейти Креть Так А что тут У нас Так 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 Ага Шестое место На Т28 АРБФМ Где наш РБФМ Ахилес Так АРБФМ не взошел Зачет Странно Странно Так Странно 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 Ну ладно Вот Ну в общем Очень надеюсь Дорогие друзья Что Мои подсказки Те приемы Которые Показываю Мои подходы К игре Будут вам полезны Будут вам полезны И помогут Повышать Ваши результаты В игре Повышать Статистические Показатели Вашей Учетной Записи На этом Все С вами был я Камелод Джи Хороших Боев Хороших Союзников Не теряйте Веры Друзья И помните Всего в жизни Есть цель Продолжение следует...